друзья 13 июня я продолжаю заканчиваю тему моржевания и продолжаю тему питания это важное мероприятие потому что перед вами человек который сам себя создал сам себя чуть не погубил вернул здоровье вы видите 40-летнего Железова сейчас 74 в августе осталось немножко 74 но у меня немножко они такие грустные даже оптимистические фильмы но все-таки чем бы его украсить а хотите анекдот когда я сказал что сегодня 13 июня 13 число считается как бы сказать оно считается даже не верно тут я вспомнил анекдот значит как обычно случается да обычно довольно часто значит муж не вовремя возвращается вот жена и любовник заметались ускакивают на балкон она кричит ему с перепугой прыгай а он ты что с ума сошла 13 этаж ну а ты что суеверный так ну посмеялись идем дальше заканчиваем разговор про маржевание я когда рассказал про маржевание и как это жутко выглядело в жизни я специально подчеркивал спасло мне жизнь состояние крайнего степени в начале умирания от астмы вот не жизнь а каторга страшные ночи вот и чтобы победить астму я предпринял такие меры когда я не просто нырял в ледяной нисей это было 30-40 градусов мороза это было ночью без свидетелей в одиночку про жуткие условия я рассказал как это выглядело вот опыта не было поэтому все это усугублялось тем что я практически на грани выживания вот такое слово на грани выживания и тогда астма у меня исчезла навсегда и и я забыл сказать в том фильме вот эту вот фразу волшебную вот или говорил не помню как часто бывает когда показывают рискованные трюки и титры не повторять вот если скажу не повторять значит все кто сейчас от астмы подыхает будет подыхать но кто-то найдется смелый кто поверит мне и полезет проб и так далее и вылечится один вылечится второй допустим таких смельчаков наберется сотня вылечится девяносто девятый а сотый умрет вот как это случилось не раз случается я вынужден это подчеркивать средних лет учительница Саиногорска купаясь в крещенске ночью нырнула и вынырнула тромб стронулся и умерла это значит что это был разовый эпизод и ни о какой закалке речи не шло вот и страшные кадры показали еще в прошлом да нет последние крещенскую зиму показали на глазах у мужа ребенка женщина прыгнула прорубь и не вынырнула никогда вот страшная картина о неподготовленности и так хотите умирать принимайте решение сами наверное двадцатый пятьдесятый сотый умрет или от того что тромб сонулся или если возраст все таки в наш клуб уже ходят и в семидесятилетние и однажды остановится сердце значит оно бы и так остановилось но чуть раньше из-за того что нордов ледяную воду и это может быть вот вот это вот подчеркиваю вылечиться с помощью выживания можно двумя путями первое чтобы не стать тем сотым покойником постепенно под мудрым руководством нет не врачи они ничего не понимают в этом под мудрым руководством старых этих самых моржей вот одним из которых являюсь я поэтому мой такой совет если все таки нет у вас клуба моржей вот нету нет желающих у меня еще расскажу у меня такой случай был я на заводе мне было трудно одному купаться приходящего после работы уже зима темно сразу еще с работы едем уже темно вот и все таки я целую смену подбил пришло со мной купаться наученные мной как наученные я сейчас скажу наученные мною люди вот подученные нет не так подученные подученные мною распропагандированные с полотенцами как все как я научил вот нырнули все шестеро вот потом вылезли потом растерлись оделись восторг был дичайший люди преодолели себя это было необыкновенное чувство как они меня благодарили все отныне они преодолели самое вот то что самое вот проходит три дня я проживаю свою смену я же мастер начальник как бы над ними ну что ребята вперед еще да 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 ну правда что-то в голосе не было энтузиазма когда наговаренное время то ли 8 то ли 9 часов я пришел на берег на улице тепло минус 20 где-то вот не пришел ни один то есть есть такое выражение не каждому дано ну это было молодежь 30-40 лет поэтому они не испытывали желание лечиться выйти на новый уровень на энергетический уровень что такое энергетический уровень и так однажды случилось следующее один из наших местных моржей которая действительно корифей вот который залез среди льдин плавал и сколько удовольствия получил знаете как кино моржей вот так вот выркают красиво так это не просто купается а наслаждается и вот он дал объявление в газету а я одиночка ура компания будет мы все в куче собрались естественно нашли старый этот самый брошенный гараж на берегу вот который мы переодевались просто неотопленный просто гараж помещение несколько квадратных метров там 10 допустим квадратов вот хоть было где развесить полотенце и одежду вот и мы начали купаться набралось 10-11 со всего Савиногорска вот собралось таких мы купались мы наслаждались общением вот и тут такой нюанс один значит через какое-то время когда одна из наших дам взяла и привела двух детей наш как бы тренер неофициальный тренер вот он взял и сказал я не беру на себя ответственность но детям лет по 9 вот значит и я вас или вы приходите без детей или я вас исключаю хотя секция была неофициальная вот и тогда она демонстративно поплавала с детьми дети не боялись воды дети вообще ничего не боятся вот и сказала я больше к вам не приду и тут за нее вступились мы все я сам 9 лет начинал купаться вот вступились мужик обиделся и сказал все секцию закрываю и ушел а мы расползлись то есть без него все таки уже не было не было уже графика постоянного кто во что гораст и я снова оказался один почти один но что интересно я поддерживал связь со всеми и мне была интересна их судьба 5 человек из 10 стали экстрасенсами а вот почему я думаю думал сам себе ах вот почему а они моржи у них энергия избыточная энергия и эти люди стали экстрасенсами и начали ездить там и в городе и даже по деревням ездить и давать сеансы и помните самый пик вот этого сейчас называется мракобесие а тогда собирали толпу народа брали небольшие деньги и заставляли их делать все эти пассы и прочее прочее я стал у меня другое направление у меня сенсорные были способности я мог снять головную боль вот например а вообще массаж довольно лечебный довольно лечебный массаж это тоже было вот но основное направление это биолокация я начал ходить по домам с рамками определять гибельные места заставлять переставлять мебель то есть каждый из нас имел большое биополе и каждый им пользоваться как только мог но правда я все делал бесплатно и тогда нет один раз я взял 100 рублей и потом мне так стыдно было за эти 100 рублей ведь у людей беда ребенок болеет я поверил заставил действительно оказалось что он спал прямо на гипотогенной зоне заставил переставить мебель взял 100 рублей потом и до сих пор с тех пор когда я миллионы рублей раздал в прямом смысле раздал больным кому операция ждала потому что плановая операция это смерть вот подождите годик и мы вас это а человек и сами же говорят что года не проживет это было все это знаете у нас есть такое когда за деньги сразу а без денег тебя включают какое-то и жди смерти и вот тогда значит когда я раздал уже 3 или 5 миллионов людям больным просто детям у которых нет отцов когда я все это сделал мне тогда и до сих пор вот эти 100 рублей не отпускает меня стыд хотя я вернул 100 кратно людям что я взял человека у которого была беда 100 рублей вот так и тогда я понял что я еще немножко экстрасенс но еще раз говорю я не стал не сделал эту профессию как другие а потом я стал садоводом и именно то что я стал садоводом у меня уже экстрасенсационные способности начали угасать почему огромный расход энергии в саду огромный я пытался избавиться от каторжного труда да мне и некогда было и несмотря на то что я старался не выполнять всю эту дурную работу которую придумали для нас дурную тупую подлую вот люди которые ради какого-то получасового ролика чтобы заработать эти самые серебряники заставляют людей полчаса учат как калечить дерево одна ветка вторая десятая двадцатая ой ё-моё и вот тогда отменяя все это все равно приходилось зарабатывать на выращивание саженцев а это работа серьезная попробовать сделать штучное изделие лучший питомник в России вот сейчас только звонили мне собака на женщина вот сейчас можно нет говорю нельзя теперь осенью да вот сейчас в горшках нет нельзя все на улице дикой хара стоит сегодня 13 июня тогда я говорю осенью дал телефон невестке вот и отправил ее в осень но при этом значит сказал несколько волшебных слов единственный в мире питомник из которых я знаю вот который делает следующее угощает она мне мелбы 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 тебе прежде чем купить и мелбы у вас мои дети невестка и сын угостят и сьятом буду я угощу угощу сначала плодами мелбы вот это есть принцип покупать ничего и сами собирать сам а не получать дерьмо по почте вот это примерно я хотел сказать что еще насчет здоровья значит я говорил что ныряйте в обуви не стесняйтесь если вы в возрасте или плохо плаваете пусть у вас у меня есть такие фотографии я вам гордо показывал просто я не успеваю все показать где я привязан за веревку вот или или показать нет может быть это даже на следующей серии сейчас я самое главное скажу за веревку и спокойно ныряйте кто-то вас страхует раз потом можно поменяться местами я так с внуком нырял по очереди вперед привязывались потому что зима опасна а не каждый день работает этот комфортабель наш комфортабельный клуб садоводов вот значит не стесняться веревки не стесняться прямо в обуви ну сменные обуви понятно вот видите я в кедах мало ли разбитых осколков от этих от алкоголиков стекла не стесняться этого встудите на мою морду разве можно сказать что она вымученная улыбка и тогда еще один совет который я забыл в том самом уже забыл какую серию забыл сказать вроде все сказал и еще и даже повторю немножко приходите один привязывайтесь веревкой я привязывался один просто к берегу привязывался веревкой хорошее место удобное там галечка такая все вот и торстит буквально из воды торстит железный столб я к нему привязывался и нырял раз значит подготовка брать с собой валенки еще раз повторю валенки значит халат шапка обязательно чтобы на голове была и когда нырнул вынырнул сразу выскочил ноги в теплой валенке тут же на бегу переобулись ноги в валенке теплые халат закинули и теперь полотенцем под халатом растирайтесь все комфортно но перед одной из важнейших моих изобретений я не читал как просто-напросто самое главное хотя некоторые говорят как ты так вспотеешь заболеешь нет полностью одетый когда я приходил в телогрейке в теплой куртке со смехом пусть искусственная но со смехом вот значит полностью одетый двое штанов вот без этих самых без 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 пуговиц два свитера на мне без пуговиц естественно без пуговиц чтобы быстро одеваться раздеваться потом пока полностью одетый делаю очень активную зарядку 10 раз руки шире ноги 3-4 приседания раскручивания и так далее и вот только тогда когда почувствовал что ты согрелся и даже немножко под одеждой перегрелся это на любом морозе согреться и оказывается вот это и есть мое открытие оказывается вот полностью согрелся перегрелся тебе тепло и вот тут когда раздеваешься и заходишь в воду не холодно нет вроде холодно ну когда пока разделся пока идешь бредешь в воду не холодно ты еще не успел остыть у тебя теплое тело и ты не чувствуешь чувствуешь комфорт нет вот этого что пока раздевался с мерз как маугли знаете анекдот заходит это украинский автобус этот самый негр вот холоднючий замерзший аж уже не черный аж синий от холода вот зашел и зубами стучит Украина тоже холодно ну извините украинский анекдот там тоже морозы бывают вот подходит к нему кранец похлопал по плечу вот так покровительство ну что смеш маугли вот такой анекдот видите я второй анекдот расканал значит еще раз одежда прямо в одежде будете делать зарядку вы зайдете совершенно другой комфортабельный заход в воду а это самое тяжелое от чего бояться самое потом уже другое дело потом уже страх прошел уже вода не такая страшная уже выходишь уже уже эйфория что ты себя преодолел помните как те ребята которые вылезли из воды сколько было визгу радости преодоление себя ну правда повторить потом никто не смог уже морально ну что поделать ну даже это уже какой-то опыт и все живы вот я за этим следил да иначе бы я еще чтоб со мной бы было все первая серия нет наверное это третья серия четвертая уже готова первая вторая готова это будет третья серия и еще не все сказал дальше мы еще будем говорить что такое желудочно-кишечный тракт почему это самогонный аппарат а значит про это надо знать регулировать и прочее повторяю желудочно-кишечный тракт это самогонный аппарат вот ну и заканчиваю я я как бы сказать интригую вас и говорить буду не скучно никаких формул вот а здесь заканчивают те же самые это написать здесь титры на фильме не повторять тогда для чего я старался но риск есть делайте его разумный у нас допустим есть комфортабельный этот в Саиногорске и не только в Саиногорске есть в Красноярске но там страшные цены а я тут платил говорю платил я сейчас уже опасаюсь последний год купаться сердце вот ну 73 года продержался и вот получается что 100 рублей платил и нырял и еще пожалуйста вот тебе камин вот тебе бесплатный чай кипяток со всеми этими вот вот тебе фитобочка ну доплатишь немножко вот тебе массаж всего за 100 рублей сделает классная массажистка вот это есть современные вот и чтоб кто-то взял обычно это все-таки как бы сказать наш шеф вот Василий Федорович он уже не позволит утонуть даже новичку вот так друзья ждите следующую серию благодарю за внимание субтитры субтитры Продолжение следует...